Слева, за волнистыми зеленоватыми стеклами, у Грюма возлежали скучные дубовые гробы гробовых дел мастера Безенчука, владельца погребальной конторы, милости просим. Хотя похоронных дел было множество, но клиентура у них была небогатая. Мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Закладывал, было дело, взять не взяли, а зря. Теперь кусают локти. Против нашего товара ни одна фирма выстоять не может. Глазет ставим. Раз. Кистями кантуемся. Два. У нас первый сорт. Прямо. В нем жить можно. Безрадостно поглядев по сторонам, Ипполит Матвеевич двинулся дальше. Нужно сказать, что от систематических крахов своих коммерческих начинаний. Начинаний. И от долговременного употребления внутрь горячительных напитков. Напитков. Глаза мастера, как ему казалось, были ярко-желтыми и горели. Вот так. Горят неугасимым огнем. Ну, как у кота. И это все? Нет. О главном. Как здоровье тещеньки. Прекрасно. Прекрасно себя чувствует. Ну, дай Бог. Одних убытков сколько несем. Туды. Куда? Туды его в качель. В качель? В качель. Ага. Нимфа. Тоже интересуется. Ага. Ага. Не обращай внимания. Разве у них товар? Разве они могут аккуратно похоронить? Тем более старушку. Они могут только все дело испортить. Да жива она, жива, здорова. Что с ней станется? Ой. Эх. Я только в том смысле, что мы кистями хантуемся. У нас что, не крупно огурчик? Огурчик! Эх. Эх. В этот день никто не тревожил стол регистрации, смерти и браков. В окно было видно, как мимо ЗАГСа осторожно прошелся мастер Безинчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. эх? Эх. Эх. Эх? Эх. ss Живая, то дай ее в качель Не, не понял Да, так и снова У, унимов, рази, товар, тупи ее в качель Кисть, жидкая А мы, мы фирма Основаны под на 1907 году У нас что, не гроб, то огурчик Обалдеешь ты среди своих гробов Не обалдею